Всем здравствуйте, меня зовут Южако Антон. В сегодняшнем видео мы поговорим про такой анаболическо-андрогенный стероид, как тренбалон. Тренбалон это инъекционный анаболическо-андрогенный стероид, который относится к прогестиновой группе. Препарат обладает ярко выраженным анаболическим действием, относительно низком андрогенном. Является одним из самых сильных анаболическо-андрогенных стероидов. Обладает большим количеством побочных эффектов, которые часто проявляются относительно других препаратов. Из-за принадлежности к прогистиновой группе тренбаллон активно повышает количество провоктина в крови, поэтому при приеме тренбаллона обязательно используется кабергалин, который будет корректировать уровень провоктина в крови. Дозировки подбираются, естественно, индивидуально. Перейдем к стероидному профилю тренбаллона. Анаболическая активность от 300 до 500% точно не исследована. Андрогенная активность около 30%. Ароматизация у данного препарата отсутствует. Но следует понимать такую вещь, что при приеме тренбаллона он рассматривается на анализах как эстрадиол. Поэтому очень часто люди, принимающие тренбаллон, когда издают анализы, они пугаются таких норм, как в 5-10 раз выше референсных значений эстрадиол. На самом деле сам уровень эстрадиола может находиться в нормальных значениях. Просто прием тренбаллона рассматривается на анализах как эстрадиол. Поэтому очень сильно повышается эстрадиол. Прогистиновая активность у препарата присутствует, поэтому необходимо использовать вместе с ним кабергаллин. Токсичность на печень умеренная. Форма препарата инъекционная. Продолжительность действия препарата зависит от эфира. Чаще всего используют либо ацетат, либо энантат. Основные эффекты тренбаллона. Усиление синтеза белка, увеличение аппетита, сжигание жира, увеличение количества эротроцитов. Очень сильно препарат повышает секрецию эротропоитина и синтез эротроцитов, гемоглобина и рост гематокрита. Снижение количества кортизола стимулирует секрецию гормона роста, стимулирует секрецию инсулиноподобного фактора роста. Побочные эффекты тренболона. Повышение артериального давления, акне проявляется чаще, чем у других препаратов из-за повышения жирности кожи. Снижение либидо за счет повышения провоктина. За счет повышения провоктина может образовываться провоктиновая гинекомастия. Также на препарате часто наблюдается бессонница. Именно у этого препарата, у остальных анаболистских андрогенных стероидов чаще всего такого побочного эффекта нет. Рекомендованные дозировки для любителей от 100 до 150 мг в неделю. Этого достаточно для получения анаболического эффекта от тренболона. Следует понимать, что тренболон это один из самых сложных и тяжелых препаратов, после которого очень тяжелое восстановление. Поэтому любителям я не рекомендую прибегать к приему данного препарата. Профессионалы используют обычно от 300 до 500 мг тренболона в неделю и прием данных препаратов обычно ограничивают 4-6 неделями. Также следует понимать, что восстановление после приема тренболона крайне длинное и тяжелое. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать их как в комментариях на ютубе, так и у меня в группе вконтакте. Если кого интересует консультация, либо ведение по курсам анаболических стероидов, можете ко мне обращаться. Как со мной связаться написано в описании к видео на ютубе и в первом закрепленном комментарии на ютубе. Всем спасибо за просмотр. До свидания.